итак дорогие друзья доброе утро доброе утро с добрым утром тетях а я вам привет от мордыха что дает уроки в мараше так и так дорогие друзья мы вообще очень мощно продвигаемся сейчас нас будет 20 холодно здесь 29 урок 29 по счету урок и уже мы закончили 4 главы 4 главы мы уже прошли в мишле то есть это всего 31 глава если мы будем идти такими темпами если бы мы действительно каждый день делали урок то за 28 уроков 4 главы это значит 7 уроков на главу и нам осталось всего лишь 27 глав ну то есть где-то можно закончить за меньше чем за полгода но мы так как мы двигаемся медленнее думаю концу года с божьей помощью к следующему песоху можно будет вы издать книгу кстати книга пока или ту вышла и книга хорошая я всем советую в электронном видео можно скачать бесплатно на портале 5 сфер а он на портале воикра можно скачать электронную книгу пока или то вот так же были уроки потом появилась книга а живу книгу можно купить в тиве пока только в тиве но если кто-то поможет ее рад продавать или отвезти в израиль или так далее книга прекрасный подарок и вообще очень она как бы дает понимание вообще как все работает зачем жить так она называется в этом весь человек но она как бы я бы ее назвал знаете как вот человеку важно чтобы в жизни была страсть какая-то до то чтобы хотелось чтобы там прям мечты были от никакой лет она говорит все и вели вели все суета сует и она с этой точки зрения с одной стороны она снимает беспокойство с другой стороны она убирает вот этот вот ажиотаж и жизни а ну совдавара код нишмай такими раме цветов шморт и заколи адам заповеди соблюдай бога бойся в этом весь человек как бы но тут тоже какой ажиотаж может из этого сделать ажиотаж можно из этого сделать ажиотаж именно вот прям по он служит так богу чтобы аж жив шажа огонь что поднимался как были такие мудрецы они которые учили над ними птицы пролетали и сгорали представляете то есть вот так вот мы сейчас если серьезно получимся этот потолок сгорит это будет вещь да может может и так да сейчас мы пришли к пятой главе доброе утро всем константин холовченко доброе утро елена хопина тоже доброе утро шалом бруха то дына или или на мэри холом шаку на бедру начинается пятая глава традиционно для шлама малаха он нам напоминает как учить тору то есть он изначально как бы настрой дает да и он говорит бни сынок он говорит ли хахмати акшева мудрости торы да вот это вот божественная мудрость хахма то что называется божественная мудрость он говорит ее прислушайся к ней то есть божественная мудрость она может зайти только снаружи то есть она не может зайти изнутри подняться божественная мудрость может зайти только снаружи из торы из пророков из святых книг то есть и он говорит прислушайся то есть сосредоточься услышь вот это вот божественную мудрость она прям джух тебе приходит сейчас через интернет через портал Ваикра через портал Талдо через божественную мудрость она вокруг она есть, только ее надо услышать услышай, он говорит литвунати от азнеха и для логики, для сообразительности поверни свое ухо что имеется ввиду дальше, когда ты принял хороший материал из Торы обдумай его, перевари его его нужно обдумывать это делает бина понимаешь, вещь из вещи то есть ты получил какую-то идею и ты ее внутри начинаешь своей биной своей сообразительностью проворачивать, проворачивать обсматривать, делать из нее выводы соединять ее с другими вещами которые ты знал раньше про Тору и вообще про мир то есть в этом и происходит такая интеллектуальная работа которая позволяет каждый раз брать новые кусочки пазла и встраивать его в свою картину мира то есть именно встраивать бина это от слова ливнот строить и в принципе человек, который хочет построить свою жизнь он должен построить себя то есть у него должны быть цели вот мне очень вчера понравилось я не помню, где-то я это увидел в какой-то книге это тоже была книга извне что цели человека они должны быть внутренние цели не цели должны быть внешние потому что внешние цели это ты себе придумал вот я там куплю машину или там куплю квартиру или стану чемпионом мира пробегу марафон и что-то в моей жизни изменится или изменится или не изменится или ты купишь машину или не купишь или пробежишь марафон или нет Все внешние цели, это иллюзия. Тут есть нюанс такой, что для того, чтобы их достигнуть, нужно, чтобы произошло внутреннее изменение в человеке. Чтобы пробежать марафон, надо стать системным, настойчивым. Чтобы купить машину, нужно приобрести какие-то навыки по зарабатыванию денег. Все равно внешние цели достигаются через внутренние изменения. То есть любое изменение системное в состоянии человека, именно системное, то есть можно там случайные какие-то изменения, безусловно. Но именно системное изменение в состоянии человека достигается через его внутренние изменения на уровне знаний, качеств, навыков и так далее. Поэтому вот был такой совет ставить себе внутренние цели, то есть и целью должно стать внутренние изменения, тогда ты быстрее достигнешь системных внешних изменений. И вот там царь Шломов в начале пятой главы, он говорит, к божественной мудрости открой ухо, и потом, когда она вошла, значит, в сообразительности тоже поверни свое внутреннее ухо. В человеку входит информация изнутри, но потом он постоянно сам с собой внутри разговаривает. Дальше. И он говорит, сур Мирава, если у нас его папа учил в псалмах, написано, вначале отодвинься от зла, а потом делай добро. И в четвертой главе тоже у нас было в конце, что во всем нужна золотая середина, а вот от зла надо убегать. И поэтому он говорит нам во второй главе, это у него, лишь мор Мизимот, главное говорит, сохрани, сохрани, Мизимот это, значит, Мизима это такое вот намеренное что-то, осознанное знание, Мизима. Как переводят там? Рассудительность. Рассудительность переводят, да? Намеренное, осознанное знание, то, что ты уже пережил, опытом проверил и так далее. Мизима, назовем это так. Мизима, что перезимовал ты с ним, запомнить легко, Мизима. Значит, сохраняй вот эти вот Мизимот, то, с чем ты... Ну, Мизима это, бемизит, вот самое известное слово, что ты делаешь намеренно, то есть это что-то, что ты уже прямо намеренно делаешь. Ведаат сватеха инсору. Значит, если ты будешь сохранять, это он продолжает, да, то есть путь обучения. Первое, значит, это услышь. Второе, обдумай. Третье, сохрани. Сохрани то, что ты понял. Это вот это вот, сохрани Мизимот, сохрани уже свои выводы из того, что ты понял. Ведаат сватеха инсору. И тогда твои уста будут создавать правильные вещи. То есть дальше, что такое даат? Даат это уже цельная картина. Человек получил информацию, человек обработал информацию, сделал из нее выводы. У него сложилась некая уже цельная картинка. Это даат называется. Цельное восприятие. И он говорит, что если ты все обдумал, если ты все принял, если у тебя есть вот это вот, то, что называет Стивен Кови, это он называет проактивная жизнь. То есть ты свои принципы, ты над ними поработал, ты их установил, и дальше они управляют твоим мышлением. Это как Стивен Кови называл, по-нашему это и тогда твои уста будут создавать даат. То есть твое восприятие. Человек же не живет в мире, который реальный. Человек живет в мире, который он сам создает своим восприятием. То есть он взял картинку, ее тут же начинают обрабатывать. Теперь как он ее обработает внутри? Это зависит от того, в принципе, привычного хода мысли. Вот я сейчас запустил такую акцию, да, искать во всем светлые пятна, да, то есть искать светлые пятна, во всем видеть позитив, видеть возможности. То есть когда ты выстраиваешь так жизнь, то ты видишь вот во всем, а что в этом есть хорошего, а что в этом есть еще лучше, какие возможности открываются. Если ты просто себя приучаешь конкретно во всем видеть хорошее и переворачивать все в хорошую сторону, поворачивать все, делать из всего выводы. То есть даже если оно что-то плохое, например, там вот кому-то отрезали руку, да, что в этом хорошего? А он думает, вот часы не надо покупать. Например. Ну не дай бог, чтобы ни с тем такого не было. Но уже же руку не вернешь. То есть если он будет думать, да, если будет... Спасибо большое Наталье Орожкова. Спасибо вам тоже за то, что вы цените, то, что здесь происходит. Я сам в эти моменты лучше всего учусь, когда помогаю другим людям. И вообще я понял такую вещь, что смысл нахождения человека в мире и как бы его ценности, польза от него, да, от человека, определяется той пользой, которую он приносит. Если человек живет, и он не приносит никому пользы, то вообще ему непонятно, зачем жить. Ему как бы он... И его, кстати, люди не любят. То есть если он думает только о себе, а что другие должны тогда ему помогать? Если только за себя. То есть очень важно выстроить свой вот этот вот настрой внутренний тоже, а какую пользу я людям могу принести, а какую пользу еще могу создать. Тогда будет и деньги, и отношение хорошие людей к вам, и настроение хорошее. Всегда будет зачем жить, потому что приносить пользу, ну, надо. Очень много людей, которые нуждаются в пользе. Все нуждаются в пользе, по большому счету. Теперь, значит, еще раз давайте вернемся, да, к уроку. Значит, нужно... Получил знание божественное, обдумал его, сохранил из него свои выводы, и тогда твои уста, то есть то, что уже из тебя выходит, они начинают... Доброе утро. Они начинают издавать, выводить только дат, только цельную картину, и она будет, эта картина очень крутой. Дальше. Третье. Дальше он нас предупреждает, что уста запрещенной женщины, они капают даже, с них прям капает мед. Нофет, это мед. И они капают с уст запрещенной женщины. Вэхалак Мишэмэн Хэка. И ее рот, он более гладкий, чем масло. Игла же елея нёба-йё. Значит, вот на русском переводят в книжке, а как переводят? Игла же елея нёба-йё. На русском переводят Игла же елея нёба-йё. Ну, то есть, понятно, как понять это? То есть, если бы я был современный человек... Виктор, привет. Мы шакаем. В скобочках речь написано. Да. Гладкий елея нёба-йё. Ну, то есть, какой-то перевод странный. Здесь, как бы, по нормальному, если перевести, что тоже легче не становится, да? Что с уст запрещенной женщины, с губы её капает мёд. И рот её глажит, чем масло. О чём идёт речь? Речь идёт не о женщине запрещенной, да? Речь идёт о знаниях запрещенных. Знания запрещенные, они очень-очень такие... Как сказать? Вот смотрите. Вот, например, я делаю урок сейчас, да? То есть, делаю урок Торы. Я верующий, верю в Бога. Верю, что Бог хочет, чтобы мы учили Тору. Верю, что Бог помогает всем, кто хочет двигаться к Богу. Это всё вопрос моей веры, да? Я в это верю. Я поэтому утром после молитвы пошёл, помолился. И после этого провожу этот урок. Никто мне за это не платит. И просто я хочу служить Богу. Это моя мотивация. Служить Богу, духовно расти. И я верю, что в этом смысл человека в жизни. Теперь, в это же самое время, в редакции журнала ВОК или Men's Health собираются люди. Они, может, оттуда и не выходили. Потому что они за это получают деньги. Ну, такие хорошие деньги. Их задача создавать материалы, которые будут легко читать. Они будут красиво выглядеть. Они будут продаваться на каждом углу. Вот этот вот журнал ВОК, да? Потому что, если в журнале ВОК напишут какую-то статью, ну, например, да? То дальше эту статью прочитают женщины, у которых есть деньги. И они купят то, что нарисовано там на страницах. Какие-то... Что такое вообще одежда, да? Которая рекламируется в журнале ВОК. Это тряпочки. Сшитые разными комбинациями. То есть, и украшенные разными цветными побрякушечками. Такими пластмассками какими-то. Пёрышками там. Камешками какими-то. Всякая... Ну, теперь это надо продавать по 10 тысяч долларов за единицу товара. Чтобы это продавать за 10 тысяч долларов за единицу товара, нужно убедить людей, что это стоит 10 тысяч долларов. И что это престижно. Сидеть, рассматривать, как эти модели, которые вообще... Ну, вообще непонятно вообще, как такие люди живут. Там худые какие-то. Вообще ненормального роста. Ну, вообще... Вообще ненормальные какие-то. Это не... Ну, это не красиво. Вот сейчас современный показатель мозг. Мужчины, женщины. Это просто какой-то комикс, да, ходячий. Теперь, ну, работает огромное количество умнейших людей, у которых одна цель. Убедить, запутать, задипнотизировать, проманипулировать. И чтобы вся эта вот пустая мельница крутилась без остановки. Потому что Дольче и Габбана им нужно еще один миллиард долларов. Им не хватает. У них есть там 5 миллиардов долларов. Они, ну, там, целая империя. Им не хватает. Мало Дольче и Габбана денег. Им Дольче и Габбана нужны еще. И они не жалеют. У них каждый год они вкладывают там еще миллиард долларов. Еще миллиард долларов в то, чтобы гипнотизировать народ. Об этом нас предупреждал царь Шломо в третьем отрывке пятой главы. Книде притчи. Он говорит, что уста вот этой запрещенной женщины, они как мед. То есть те, которые... Иначе бы кто бы это покупал. То есть нужно такое усилие сделать, чтобы это продать, что... Ну, то есть иначе... Ну, все бы понимали. Тут вечная жизнь. Тут Тора. Тут добро. Тут свет. Тут, ну, как бы чистая жизнь. А там вообще хрень какая-то. Непонятно, еще за это платить по 10 тысяч долларов. Поэтому там нужно это все намазать медом, чтобы оно продавалось. Понятно, да? И он предупредил, что запрещенные мысли... Запрещенные, ну, имеется в виду запрещенные, которые идут не по Торе. Они намазаны медом. Они гладкие, как масло. Их смазывают там смазками и всеми этими всевозможными приспособлениями для того, чтобы сохранялось в мире равновесие. И равновесие сохраняется. Только оно почему-то пока больше все-таки в журнал ВОК идет, чем в Тору. Но ВАИКРА победит журнал ВОК. ВАИКРА должно... У нас есть Яков Шатадин, который вообще неутомимый директор портала ВАИКРА. И, значит, самые лучшие люди, они все-таки слушают Тору, а не слушают Эхо Москвы. Поэтому ВАИКРА должно победить. Вначале хотя бы... Хотя бы должны мы победить этот самый Эхо Москвы, а потом журнал ВОК. Следующая наша цель. Все. Должно быть красивее, чем журнал ВОК. Я в следующий раз оденусь как-то красиво. Красивее. Да. Чтобы была обложка у меня красивая. Да. Хорошо. Дальше он нас предупреждает. События разворачиваются так. ВАХАРИТА МАРАКЕ КАЛЛАНА ХАДА КАХЕРАВ ПИЁТ Значит, а сзади ее, эта женщина, то есть последствия ее какие будут, да? Последствия журнала ВОК. Она горче, чем горькая трава какая-то есть. Полынь. Полынь, да, полынь переводят. Ну, она горче, чем полынь. И острая, как меч, ее рот. Значит, что имеется в виду? Что имеется в виду? Значит, вот человек, например, он все-таки послушался. Он накупил Мэн Скелс, он купил журнал ВОК. Ну, или она, она, скорее всего, она. И она говорит, все, в этом смысл жизни. Он Мэн Скелс, она ВОК. И, значит, они полностью увлеклись вот этими вот, вот это вот тряпочками, даже не тряпочками, это гипноз, это конкретный гипноз. И, значит, он, а там же на каждой странице голые женщины, там на каждой странице, что надо купить. И он полностью погрузился в эту всю историю. И он вынужден день и ночь работать, тренироваться. Он бегает постоянно за разными женщинами. А женщины эти, они бегают за журналом ВОК. То есть, женщины, они, как бы, полностью вовлечены в то, что им нужны вот эти тряпочки по 10 тысяч долларов. Поэтому, если ты не зарабатываешь 10 тысяч долларов, ты уже мне неинтересен. То есть, уже у них отпадает, как бы, 90% потенциальных клиентов, да, мужчин. Они смотрят все в одном направлении, на 10% олигархов. Как выйти замуж за олигарха, как выйти замуж за олигарха. Значит, а эти олигархи бедные, олигархи бедные, они просто от такого спроса на себя, они, они, как бы, взлетают просто в воздух от своей значимости. А он же не может больше, чем одна. Ну, там, ну, одна, две, ну, три, ну, четыре. А их тысячи за ними гоняются. И всем нужны платья из журнала ВОК. Все, потому что журнал ВОК так красиво их представил. И в итоге миллионы несчастных. Миллионы несчастных, нормальных семей нету, платьев ни у кого нету. Все, в общем, в жизни и полный комплекс неполноценностей. Потому что когда они рассматривают вот эти все картинки, на которых специально обученные люди, модели, изображают счастливую жизнь. А потом, когда ты этих моделей встречаешь через несколько лет, что с ними? Вообще ничего. То есть они просто, ну, ничто, никто. Выжатые, как лимоны, выброшенные на помойку и все. И, значит, и что тогда? Вот это вот как раз о чем Шлома Мех предупреждал. Что обратная сторона всего этого мира, она горьче. Она более горькая, чем полынь. И там острый меч ее уста. Потому что, ну, потом, а что остается? Ничего не остается. Смотришь, то есть внешне все красиво. Копнешь все несчастные. Ни у кого нет семьи, ни у кого нет детей. Ни у кого нету здоровья даже. Потом все. И все. И вот они живут, гоняются все время за этой мишурой. Все. Жизнь закончилась. Так. Седьмой отрывок. Значит. А, пятый. Пятый у нас идет. Пятый отрывок. Ноги ее. Юрдот Мавет. Ноги ее, вот этой женщины, они идут к смерти. То есть они ничего не претендуют, что они идут к жизни. Они тебе журнал «Вог» не продают вечную жизнь. Он не говорит тебе, ты будешь жить вечно, у тебя есть связь с Богом. Он говорит, послушай, ждите, следующая коллекция скоро. Готовьте. Вы купили платье за 10 тысяч долларов. Вы что думаете, оно будет модное больше, чем полгода? Нет, нам на всем надо зарабатывать. Поэтому через полгода это платье уже не будет модное. Все. Оно будет уродливое, некрасивое. И мы сами тебе скажем, насколько это позор выйти в этом платье. И ты купишь у нас новое. Это, а что, нам работать надо? Всем работать надо. Каждый год новая неделя моды, высокой моды в Париже, в Лондоне, в Милане. Всем надо зарабатывать. Куда вы? Еще нужно Дольче Габбана не останавливаться. Им нужен еще миллиард, еще миллиард, еще миллиард. И поэтому все будут работать. Да, вся эта мельница будет крутиться. А что Мамеллах нам предупреждает? Что ноги ее идут к смерти. Потому что все эти тряпочки, они потом заполняют шкафы и все. И ничего не остается от этих тряпочек. Идут к смерти. И именно Мадила и ее Шади поддерживают. То есть они поддерживают Шол. Это не Мадила даже. Шол это место в аду, где потом жарят этих... Если они заслужили. Потому что попасть в ад, это еще должно повезти. В ад это очищение через страдания. А потом души. Очищение души через страдания. И потом она идет в рай. А есть, которые просто... Они в пустую прожили жизнь. Потом им показывают. Смотри, ты всю жизнь мучился. У тебя был комплекс неполноценности. Ты... Мне рассказывала одна из мира моды. Как раз из этого журнала Vogue. Я почему вспоминаю? Просто я чуть-чуть с ними пообщался. И она говорит... То есть у нас какой главный смысл нашей работы? Вызвать у вот этих вот дурочек, которые читают... Вызвать слюноотделение в момент, когда они рассматривают картинки. И когда у нее это слюноотделение пошло, что я хочу. Все. Она уже задипнотизирована. Она наша. Она робот. Она пойдет. Она все сделает. Она там почку продаст, но она купит. Да? Потому что я хочу. Она будет вот так вот говорить. А потом он говорит... Она вот это... Говорит... В момент радости у нее есть только два. Две секунды радости. Первая секунда радости, когда она выходит с сумками из магазина. И она идет с этой сумкой. А в магазине очень сильно упаковывает, чтобы все видели, что она купила. Прям огромную сумку. Ты можешь купить там что-то маленькое. Но вот эти вот большие салоны, они специально... Они же знают. Умные люди работают. И вот она идет с этой сумкой огромным мешком. Он даже летит в самолете с ним, чтобы все видели, откуда эта вещь. А потом, в момент, когда она одевает, у нее есть еще один момент первый раз. А потом она выходит, говорит, и дальше нам ничего делать не надо. Потому что все ей скажут, что ты не очень. Ты вообще не очень. Ты вообще просто так не очень. Все скажут ее подруге, там, люди вокруг. Все. И она в зеркало сама видит, что она не очень. А потом она откроет журнал, и у нее начнется этот процесс заново. Все, она говорит. Вот так мы работаем. Второй момент, когда она первый раз это одевает, еще до того, как она вышла в этом. Потому что когда она вышла, уже окружающий мир начинает избивать ее радость. Такая жизнь. Вот здесь об этом нас предупредил, что и все это ведет куда? В преисподнюю. Ужас. Давайте начнем на чем-то позитивном. В общем, дальше он эту тему раскручивает, куда это все ведет. Итак, дорогие друзья, значит, смотрите. По большому счету и выбора-то нет. То есть человек находится или в рабстве у других людей, у материального мира, у каких-то своих вожделений. Которые даже не его, которые пробуждаются внешней информацией. Или человек сохраняет свою голову и свой внутренний мир. Сохраняет его чистым. Любуется, хочешь любоваться, не нужен журнал-бук. Любуйся природой. Любуйся природой. Конкретно любая природа, она красивее, чем все, что сделано человеком. Природа это самое крутое. Любуйся природой. Дальше. И занимайся внутренним миром. Созданием себя. Созданием себя. Именно реализация своего божественного потенциала. Сейчас мы приближаемся к празднику Песах. И реально это шанс. Это реальный шанс перескочить. Прямо как Пасах, как Адош Барху тогда вытащил народ Израиля из 49 ступени духовной нечистоты. Духовной нечистоты это как раз вот это вот погружение в эту материальность. Они были полностью погружены. И вытащил их. И вытащил их из вот этого вот рабства материального. И вывел на самую высокую духовную высоту. Это дарование Торы. Значит точно так же у нас сейчас есть шанс подойти к Песаху. Осталось всего несколько дней подготовиться. Пау! И взлететь на следующую высоту в своем развитии. Потом 49 дней улучшать свои качества характера. Каждый день, каждый день работать над своими качествами. И подойти к Шавоту. Дарование Торы на самой высокой духовной высоте. Все. Я вам желаю прекрасного. Подготовьте к Песаху. И прекрасного дня. Все. Удачи, успехов!